Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить одну весьма интересную актуальную проблему. Что скрывают наши гены? Тайны здоровья и долголетия. Конечно, вы все слышали о существовании такой науки, как генетика. Я думаю, некоторые из вас могут сказать и об основных достижениях этой науки. Но я предлагаю оставить эту науку на откоп ученым, генетикам. Пусть сами изучают свои закономерности. А мы поговорим о том, что для нас является очень актуальным. И особенно приобрело актуальность в последние годы, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса. Это наше здоровье. Из чего же складывается наше здоровье? Безусловно, это питание, наш пищевой рацион. С пищей мы получаем необходимые вещества, необходимые элементы. С пищей мы получаем энергию. То есть все это дает нам, и нам, и нашему организму силы и возможности для нормального функционирования. И составление грамотного рационального пищевого рациона позволит нам поддерживать наш организм в состоянии максимально активного функционирования. Второй компонент, который влияет на наше здоровье, это, безусловно, наша физическая нагрузка. И согласитесь, если мы будем составлять, учитывая наши индивидуальные особенности, персонализированный график тренировок, который будет учитывать вид физических упражнений, их интенсивность, их частоту, мы тоже сможем поддерживать наше здоровье. Ведь физическая нагрузка, грамотная физическая нагрузка, позволяет нашим мышцам сохранять работоспособность в течение долгого времени. Подвижность наших суставов также зависит от физической нагрузки. Ну и, конечно же, эластичность наших связок тоже будет связана с тем, насколько активный образ жизни мы с вами ведем. Помимо этого, есть еще один компонент, который влияет на наше здоровье. Это окружающая среда. И, наверное, этот компонент является самым емким, включает в себя большое количество составляющих. Посмотрите, мы все с вами являемся жителями мегаполиса. И, конечно, для нас весьма актуально состояние окружающей среды. Все загрязнения воздуха, воды, почвы, все это сказывается и на нашем состоянии в целом. Помимо этого, очень важно обращать внимание на то, кто же нас окружает. Люди, с которыми мы постоянно контактируем, общаемся, они создают наше эмоциональное настроение, наше эмоциональное элементальное здоровье. Ну, я думаю, о всех этих трех компонентах вы бы и сами смогли догадаться. А есть еще один пункт, одна составляющая здоровья, о которой часто мы забываем. Это наша наследственность. То, что мы получаем от наших родителей и в целом от наших предков. Посмотрите, еще в древние времена люди стали обращать внимание, что ребенок рождается очень похожим на своих родителей. Практически полная копия. А в другой семье ребенок рождается не похожим ни на маму, ни на папу. И только отдельные признаки позволяют установить вот это вот сходство. И в те времена ученые задавались вопросом, как такое происходит, с чем это связано. И только впоследствии, когда было изучено и молекулярное, и клеточное строение нашего организма, определили, что есть такие вещи, которые мы называем нашим геномом, нашими генами, которые определяют состояние нашего здоровья. Посмотрите, мы, человек, наш организм, представляем собой очень сложную систему, которая состоит из большого количества клеток. Все клетки имеют разную форму, отличаются по своим размерам. И, конечно же, они будут выполнять разные функции. Но во всех этих клетках есть одно общее, что объединяет их все без исключения. Это ядро. Ядро – это такая органелла в клетке, которая выполняет функцию процессора, регулятора всех процессов, которые в этой клетке происходят. Управляет ядро всем тем, что клетка должна сделать и что она делает. Но если заглянуть внутрь ядра, мы увидим, что там есть структуры, которые мы знаем под словом хромосомы. И они всем нам знакомы. Те самые Х и У хромосомы. Они прячутся в нашем ядре. Но более детальное изучение хромосом показало, что они скрывают в себе еще один важный компонент – молекулу ДНК. И, собственно, открытие этой молекулы, которое, кстати, произошло относительно недавно в научном времени. На следующий год мы будем отмечать 70-летие с момента этого открытия. С того момента, когда открыли структуру ДНК, ученые задались вопросом, а как же эта структура будет функционировать, зачем она нужна, и что же в ней спрятано. И, конечно, учитывая особенности и разных биологических видов, и особенности разных объектов. Мы с вами все не похожи друг на друга, но при этом имеем что-то общее. Перед учеными встала задача изучить, что же спрятано в структуре нашей ДНК, расшифровать геном организма. И, конечно же, возникает вопрос, как мы это можем сделать? Как нам расшифровать геном любого организма, в том числе и человека? И ответить на этот вопрос нам позволит короткий видеофрагмент. Что такое геном? Многие наверняка в курсе, что это находящийся в каждой клетке организма набор с колоссального числа генов. Многие наверняка в курсе и того, что геном человека удалось расшифровать. Но что это, собственно, означает? Как эта самая расшифровка происходит? Начнем с азбуки генетики. Что такое геном? Это все гены с информацией о строении организма, плюс ряд других. Генетическая информация находится в ДНК, которая представляет собой двойную спираль из аденина, тимина, цитозина и гуанина. Данная информация или генокод определяет свойства клеток. Совокупность одинаковых клеток образует ткань. Совокупность тканей образует органы. А совокупность органов образует организм. Например, тело человека. Иначе говоря, человек таков, каков он есть, благодаря своему геному. Первая расшифровка генома, законченная 10 лет назад, далась генетикам непросто и потребовала 20 лет объединенных усилий мирового научного сообщества. При этом стоимость проекта составила свыше 3 миллиардов долларов. Но уже не за горами тот день, когда любой человек сможет узнать свой геном за несколько минут, затратив не больше, чем уходит на хороший подарок ко дню рождения. Но как такое возможно? Давайте разберемся. Цель расшифровки генома – определить последовательность букв, из которых он состоит. При всем колоссальном объеме хранимой в них информации, структура генома просто невообразимо малы. Размеры отдельных его букв – А, С, Д и Г – составляют от 8 до 10 атомов. При этом ДНК с генокодом плотно упакована в структуру наподобие клубка шерсти. Для извлечения из этой крохотной структуры всей необходимой информации, длинные спирали ДНК разрезают на участки меньшего размера, после чего разделяют по фракциям, которые расшифровывают по отдельности. Но каким образом? Понять это поможет тот факт, что одна цепочка ДНК соединяется с другой лишь в случае, если их буквы находятся в строгом взаимном соответствии. Каждый А в одной цепочке соответствует Т в другой, и наоборот. Каждый Г в одной цепочке соответствует С в другой, и наоборот. Если последовательность букв А, С, Т и Г одной спирали строго комплементарна последовательности другой, цепочки соединяются. Из-за невообразимо малых размеров фрагментов ДНК информация, которую дает каждый из них, требует усиления. Как правило, в лабораториях для этого используют ферменты, с помощью которых концентрация каждого фрагмента возрастает в тысячи раз. После получения тысяч его копий, каждый из которых содержит одинаковую последовательность букв А, С, Т и Г, эту информацию требуется считать. Для этого требуются наборы совокупности одинаковых букв, каждая со своей флуоресцентной меткой. Данный набор в сочетании с ферментами добавляется к расшифровываемой фракции ДНК, после чего каждая буква цепочки связывается с комплементарной ей буквой из набора, что дает нам двойную спираль ДНК, нуклеотиды которой снабжены светящимися метками. Каждый из таких фрагментов фотографируют в оптическом диапазоне, и по порядку следований меток устанавливают последовательность нуклеотидов. Все полученные фрагменты сшивают вместе с помощью компьютерной программы, что в итоге дает полную последовательность букв генома. Хотя данный способ чтения генетической информации не единственный, наиболее широко используется именно он. Разумеется, от одной лишь последовательности букв толку мало. Это все равно, что глядеть в книгу на неизвестном языке. Даже если понятны все буквы, смысл остается загадкой. Для выяснения смысла требуется следующий шаг. Установить, чем геномы разных людей отличаются между собой. Понять назначение отдельных генов ученым еще предстоит. Хотя не все гены кодируют важную информацию, существует ряд генетических отличий, которые отвечают за разницу во внешности, предпочтениях, поведении, предрасположенности к заболеваниям и реакции на лекарственные средства. Более глубокое понимание взаимосвязи генетических и индивидуальных отличий без сомнения изменит сложившиеся взгляды как на методы лечения больных, так и на то, что стоит за отношениями между людьми. И вот смотрите, нам показали один из алгоритмов изучения нашего генома. И вы услышали о той программе, которая была задумана и успешно реализована в нашем мировом научном сообществе. Эта программа называется «Геном человека». Изучить строение отдельных наших хромосом, отдельных ДНК, структуру генов, как они работают, очень сложная и емкая работа. Поэтому для того, чтобы ее реализовать в достаточно короткий все-таки интервал времени, страны, которые славятся высоким уровнем развития биологических наук и имеют большие технические возможности, разделили все наши хромосомы между собой, страны-участники. И Россия тоже принимала участие в этом проекте. В нашей стране досталось три хромосомы. И работа сводилась к тому, что сами хромосомы изначально расшифровывали, составляли первые карты хромосом, более такие крупные, наверное, затем детализировали эту информацию. И в конечном итоге сейчас мы знаем не только нуклеотидную последовательность, о которой нам сказали, вот эти самые буковки А, Т, Г, Ц, которые мы знаем под термином генетический код, но сейчас знают и как эти гены работают, и самое главное, где они прячутся в хромосомах. Каждый ген имеет свою квартиру, свой адрес, и сидит в конкретной хромосоме, и выполняет свою функцию только в этой хромосоме. Изучили, составили карту. Я вам скажу больше, такая работа проводилась не только для человеческого организма. Безусловно, геном человека знать для нас важно, поскольку с этими знаниями мы можем устранять, предотвращать какие-то заболевания, мутации и прочие патологии в нашем организме. Но параллельно изучаются и геномы всех остальных организмов, которые обитают на нашей планете, что тоже имеет такую научную значимость, научную ценность. Но остается открытым вопрос. Мы знаем нуклеотидную последовательность, то есть строение генов. Мы знаем, где этот ген расположен. А как он работает? Каков же путь от нашей ДНК до тех признаков, которые мы с вами можем увидеть, просто глядя друг на друга? Давайте попробуем разобраться и с этим вопросом. Благодаря этой анимации мы увидим, как удивительно упакована наша ДНК. Молекула длиной 180 сантиметров помещается в микроскопическом ядре каждой клетки. Процесс упаковки начинается, когда ДНК закручивается вокруг особых протеинов-гистонов. Образовавшаяся петля ДНК и протеина называется нуклеосомой. Далее, нуклеосомы формируют нить. Так получаются нити хроматина. Эти нити затем вновь перекручиваются. Хроматина Образуя в итоге хорошо знакомые нам хромосомы, которые можно наблюдать в ядрах делящихся клеток, Но хромосомы не всегда там присутствуют. Они образуются при делении, в момент распределения двух копий клеточной ДНК между дочерними клетками. С помощью компьютерной анимации, основанной на молекулярных исследованиях, мы теперь можем видеть, как дублируется ДНК. Вы наблюдаете сборочный конвейер потрясающего миниатюрного биохимического механизма, который расщепляет двойную спираль ДНК и оставляет копию каждой нити. Готовая к копированию ДНК направляется к производственному конвейеру слева снизу. Вращающаяся синяя молекулярная машина называется хеликазой. Она вращает ДНК со скоростью реактивного двигателя во время деления двойной спирали на две нити. Одна нить продолжает копироваться. Вы видите, как она отматывается направо. Но для другой нити все не так просто. Ей придется копироваться задом наперед. Она снова и снова закручивается в петли и дублируется по одному отрезку за раз. И вот в конечном счете образуются две новые ДНК. Смотрите, нам показали тот процесс, который происходит в наших клетках. И возможно сейчас, пока мы сидим и пытаемся понять, как этот процесс происходит, в отдельных клетках он действительно реализуется. И это на самом деле так. Когда ученые изучали детали этого процесса, обратили внимание, что какие-то клетки делятся очень часто. Вы все по своим жизненным примерам можете вспомнить. Поцарапали палец или порезались. Через несколько дней у вас от ранки ничего не осталось. Почему? Потому что шел процесс деления клеток и воспроизведения молекул ДНК. И когда происходит рождение нового организма, он именно таким образом получает ДНК от своих родителей. И сформируются новые комбинации. Но если мы сейчас проведем такой эксперимент, у каждого из нас возьмем мазок слизистый, как говорят в лабораториях, то есть кусочек нашей ткани, сделаем специальное окрашивание и просто посмотрим под микроскопом. Мы там увидим те самые хромосомы. И вот их совокупность называется кариотип. И когда стали изучать кариотип, то есть все хромосомы, их размер, их внешний вид, у человека выяснилось, что у нас, у всех у нас, у всех людей, живущих на планете, имеется 44 хромосомы, которые для всех людей являются одинаковыми. Они могут отличаться по внутреннему своему строению. Мы же немножечко все-таки должны отличаться. Но их внешний вид абсолютно будет идентичен. Но при этом у каждого из нас есть еще две хромосомы, которые показывают нашу половую принадлежность. Те самые х и у хромосомы. И если мы обратим внимание на кариотип, мы можем увидеть, что все особи женского пола имеют две х хромосомы. Особи мужского пола имеют х и у хромосому. И именно изучение таких картинок позволяет нам идентифицировать половую принадлежность человека. А более детальное исследование позволяет определить и его внешний вид. И в конечном итоге, посмотрите, завершив программу геном человека, ученые смогли каждую хромосому фактически разрисовать. Разными цветными полосочками показали, где, в каком месте сидят какие признаки. Конечно, генетики придумали очень сложные названия для каждой хромосомы. И нам, не специалистам, в этом разобраться весьма проблематично. Но сейчас мы можем сказать, что у нас в каких-то хромосомах сидят признаки, отвечающие за наше поведение. И таких признаков немало. Есть даже современное направление, генетика поведения, которое показывает, насколько лихо мы можем с вами включаться в какие-то новые дела, новые идеи. Ген авантюризма его назвали. Как мы будем заниматься воспитанием нашего будущего потомства. У нас есть ген материнства. Причем, несмотря на название, этот ген характерен и для мужского, и для женского организма. Ну, название, конечно же, не стали менять на ген отцовства. Просто оставили прежнее название. У нас есть гены, связанные с нашим функционированием, с нашим здоровьем. И посмотрите, вот весь геном человека, он же очень огромен. 46 хромосом, большие по размеру, много нуклеотидов, много генов. Но оказалось, что из всего этого многообразия только порядка 30% генов работают. Работают непрерывно с нашего рождения и заканчивая нашей смертью, смертью организма. И эти гены всегда нам необходимы. Поэтому ученые их назвали генами домашнего хозяйства. Они как хозяйка поддерживают наш организм в состоянии работоспособности и правильного функционирования. А все остальные, около 70% генов, их условно назвали гены роскоши. То есть они, конечно, могут начать работать, но в крайне-крайне редком случае. Поэтому фактически они у нас всегда находятся в выключенном состоянии. Ну и, конечно же, мы хотим посвятить нашу тему сегодняшнюю все-таки вопросам здоровья, а не только тому, что же в этих генах зашифровано. И оказалось, что вот в этих 30% генов около 1000 генов связаны с различными заболеваниями. И эти заболевания могут проявляться у человека в разной степени, в зависимости от того, с какой интенсивностью будут работать эти гены. И если мы говорим о тех проблемах со здоровьем, которые хранит наша генетика, все заболевания, связанные со структурой ДНК, назвали общим термином наследственные заболевания, потому что мы их получаем от наших предков. Но следует заметить, что мы получаем не само заболевание, а предрасположенность к нему. И как она будет реализовываться, зависит уже от большого количества факторов. Обратите внимание, все наследственные заболевания условно ученые разделили на две большие группы. Это генные мутации, о которых мы зачастую с вами даже не знаем. Они затрагивают только структуру ДНК. Те самые А, Т, Г, С, с которыми мы уже познакомились в видеофрагменте. И есть хромосомные изменения. Я думаю, что вы все в жизни видели и людей с такими изменениями, и слышали о таких заболеваниях, но не всегда знали их природу. Это изменение количества хромосом. Конечно, следует отметить, что никто не застрахован от таких отклонений, от таких изменений. Но, зная генетическую природу, их возникновение, мы можем убрать проявления, мы можем убрать последствия. И сейчас я вам покажу некоторые примеры этих заболеваний, которые вы сами сможете для себя детально представить, что они собой представляют уже на организме в целом. Посмотрите, генные заболевания. Безусловно, их огромное количество. И я бы сказала, что не всегда их правильно называть заболеваниями. Это отклонение от нормы. Вот обратите внимание, скажем, такой пример, как дальтонизм. Существует огромное количество форм дальтонизма. И все они связаны с тем, что у человека нарушается восприятие цвета. И человек видит картинку немножечко иначе, нежели люди, у которых цветовосприятие полноценное. Но мы об этом как можем узнать? Только проведя анализ на цветовосприятие. А сделать мы это можем самостоятельно. В интернете есть большое количество таблиц, позволяющих проверить этот тест и сказать, человек видит все цвета, абсолютно полноценно различает, либо какие-то отдельные цвета у него различаются нечетко. И, соответственно, комбинация этих цветов может быть разная. Или, посмотрите, есть такой интересный синдром, аномалия, я бы даже назвала это, полидоктилия. Когда у человека появляются лишние пальчики. И эти пальчики могут быть как на руках, на ногах, так и на всех конечностях сразу. Но поскольку этот синдром проявляется в отдельной семье, если эта мутация появилась из поколения в поколение, люди научились им пользоваться. Посмотрите, каждый из нас, работая в обычной жизни с клавиатурой, с ручкой, с какими-то другими объектами, использует в основном только три пальчика. Мы используем три самых таких активных рабочих пальчика. Если посмотреть активность мышц на мизинчике, скажем, она будет очень низкая. Мы его не тренируем, не используем. У людей с полидоктилией точно такая же картинка. Только они используют не только вот эти три пальчика, а большее их количество. И, соответственно, больше функций могут выполнять с помощью такой аномалии. Или, например, взять вариант альбинизма. На самом деле истинных альбиносов в человеческом обществе встречается не так уж и много. Но слабые проявления альбинизма они могут быть. Ну, возможно, да, такие люди испытывают определенные неудобства, но это не вредит их функционированию. То есть это не является заболеванием. Ну, конечно же, есть и более серьезные, более опасные для нашего здоровья заболевания. Я думаю, вы все знаете о таком примере, как гемофилия, когда кровь плохо свертывается. И, конечно же, для таких людей очень опасны различные травмы, когда они теряют большое количество крови. Есть хромосомные заболевания. И хромосомные заболевания, к сожалению, в большей степени негативно отражаются на нашем состоянии, на нашем здоровье. И самый знакомый нам всем пример это синдром Дауна, когда у человека лишняя хромосома появляется. Ребенок рождается с этим синдромом. Но, согласитесь, мы немало знаем мировых примеров, когда ребенок с таким синдромом, обнаруженным сразу после рождения, воспитывается в определенных условиях, использует различные виды терапии, социализации этого ребенка. И он вырастает абсолютно полноценным человеком. И только анализ клеток, анализ кариотипа позволяет такую аномалию определить. Либо синдромы, где в скобочках мы отмечаем всегда Х и У хромосому, синдромы, которые связаны с половыми хромосомами. Но здесь легко предположить, что у человека именно эта функция, функционирование половой системы, может давать какие-то сбои. А может и не давать. Ведь если мы это обнаружили в самом начале нашего появления на свет, мы можем использовать различные приемы, и мы о них сегодня поговорим, которые снизят проявление таких отклонений. Я, конечно, наверное, вас немножечко напугала всякими заболеваниями, но на самом деле наш организм биологический объект, поэтому подчиняется всем правилам живой природы. И существует такая вещь, как естественный отбор, о котором вы тоже все прекрасно знаете. И обратите внимание, порядка 70% будущих детей, которые в состоянии зиготы еще находятся, то есть только после оплодотворения, если в них накапливается большое количество мутаций, такие зиготы являются летальными. То есть ребенок не развивается, не рождается, и фактически природа сама избавляет человечество от людей вот с такими проблемами. Ну и небольшой процент таких заболеваний все-таки у людей будет проявляться. Но давайте вспомним, о чем мы говорили в самом начале. Наш организм представляет собой сложную систему, которая состоит из множества клеток. Клетки тоже являются сложной системой, состоят из большого количества органелл, и во всех клетках проходит большое количество химических процессов. И оказалось, что вот все те мутации, о которых мы с вами уже сказали, они могут проявляться на разных уровнях организации нашего организма. И самый первый уровень, когда эти проявления можно зафиксировать, это уровень молекул, то есть отдельные химические реакции. Ну и как мы с вами можем догадаться, такие синдромы не всегда будут проявляться внешне. То есть человек даже и знать не будет о том, что такая мутация произошла. Человек нормально функционирует, живет, чувствует себя, возможно, даже вполне здоровым, но при этом в отдельных клеточках процессы идут немножечко неправильно. Более глобальный уровень связан с изменениями на уровне клетки, когда клетки начинают видоизменяться. Но это тоже все-таки имеет свою ограниченную локализацию. Поэтому такие мутации, такие изменения тоже могут не проявляться на функционировании организма в целом. Ну и, конечно, самый сложный, наверное, эффект, самый сложный синдром проявления это на уровне организма, когда неправильно начинают работать отдельные органы, отдельные ткани. Но у нас всегда включается компенсаторный механизм. Другие клетки, другие ткани, которые работают хорошо, берут нагрузку на себя, чтобы мы с вами себя чувствовали достаточно хорошо. И вот посмотрите, все те моменты, которые мы с вами озвучили, они связаны с генами, они зашифрованы в нашей ДНК, мы родились такими проявлениями. Но всегда ли они будут проявляться? Конечно же нет. И мы сейчас говорим о том, что на проявление каждого признака и связанного с нашим здоровьем, и связанного с нашим темпераментом, с нашим настроением оказывает влияние не только ДНК, не только наши гены, но и внешняя среда. И именно среда позволяет как раз корректировать степень проявления вот этих вот нарушений. Самый главный, наверное, для нас вопрос, а как все-таки узнать, есть у нас такие нарушения или их нет. И для этого существует мониторинг наследственной информации, мониторинг наследственных заболеваний. Методов мониторинга существует достаточно много. Но я хочу остановиться только на самых ярких, на самых основных, которые мы можем для себя использовать. И первый метод, который вошел в историю как метод, давший, наверное, наибольшее количество информации, мы этот метод называем близнецовый. Но логично, исходя из названия, что для реализации этого метода нам нужны близнецы. И только по их изучению, по тому, как они себя ведут, мы можем сказать, на какой фактор что оказало влияние. Вы знаете, что есть близнецы монозиготные. Страшный, наверное, термин. Однояйцевые мы их называем, когда близнецы в паре абсолютно идентичны. И эта идентичность затрагивает не только внешнее строение, у них все гены будут абсолютно идентичны, они клоны друг друга. Есть близнецы дезиготные, больше нам знакомые под термином двойня, двойняшки. У них геномы будут отличаться, и, соответственно, они будут иметь разные признаки и дадут нам другую информацию, нам, исследователям. Но, к сожалению, бывают и такие аномалии, как различные формы сиамских близнецов. Я думаю, вы все их прекрасно видели, когда дети срастаются какими-то своими частями. И вот это уже считается аномалией, и у них все функционирование организма тоже отходит от нормальных параметров. И посмотрите, в течение многих лет, изучая близнецов, именно с точки зрения разных заболеваний, было определено, какие признаки зависят только от наследственности, и внешняя среда на них влиять не будет. Скажем, группа крови, она определяется исключительно нашими генами, но при этом многие заболевания, многие признаки в значительной степени зависят от среды. И это как раз подчеркивает тот факт, что гены дают предрасположенность, а именно среда будет показывать, как они в конечном итоге реализуются. Что делать, если близнецов нету? Мы этот метод реализовать с вами никак не можем. И на помощь нам приходят скрининговые методы. Мы об этих методах сегодня уже говорили. Это те методы, которые изучают именно молекулы. И один из этих методов мы сейчас все знаем благодаря пандемии коронавируса, ПЦР. Все мы проходили через это исследование и знаем, что там изучается непосредственно молекула ДНК. Но ведь наша ДНК большая. И согласитесь, если мы будем просто изучать наш геном, нашу ДНК таким методом, мы потратим большое количество времени, не говоря уже о тех деньгах, которые будут затрачены на реализацию этого процесса. А может так получиться, что в результате мы ничего и не обнаружим. И все наши усилия пройдут даром. Для того, чтобы такого не происходило, хотя следует отметить, что этот метод самый точный, потому что он определяет именно строение молекулы ДНК, мы используем один очень интересный и замечательный метод. Метод составления родословных. И этот метод является, во-первых, интересным. Узнать о том, кто же у нас был в роду, и он позволяет увидеть, а какой скрининг в дальнейшем нам следует реализовывать. Когда мы составляем свое генеалогическое древо, а чтобы его составить, нам не нужно быть биологами. Нам нужно просто взять телефон и связаться со всеми родственниками и узнать о них информацию. И мы можем увидеть те признаки, которые проявляются из поколения в поколение. Может быть, негативные, заболевания какие-то. И это о чем говорит? Что у нас есть тоже предрасположенность к этим заболеваниям. И выделив для себя одно, может быть, два таких признака, уже можно делать скрининговые методы прицельно. Когда мы можем прийти в лабораторию и попросить проверить нашу ДНК на конкретный признак. И тогда уже мы будем иметь полноценную и точную информацию о своем генетическом здоровье. Но неужели все плачевно, и если мы что-то нашли плохое, с этим делать ничего нельзя. Вы все прекрасно знаете, что наука и технология не стоит на месте. И у нас очень активно развивается генетическая инженерия, которая позволяет какие-то не очень активные, не очень большие вмешательства в геном организмов проводить и манипулировать этим. Что предлагают ученые с точки зрения нашего здоровья? Давайте посмотрим. Геном это совокупность наследственной информации клетки человека. Эта информация закодирована в длинных полимерных молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. В составе ДНК находятся азотистые основания, структуры, роль которых можно сравнить с буквами. Вся генетическая информация описывается четырьмя буквами. В геноме человека их около шести миллиардов и вместе они составляют генетический код. Одно единственное изменение кода мутация может привести к серьезным генетическим заболеваниям. Но ученые придумали способ исправить ошибки в генах. Азотистые основания, которые входят в состав нашей ДНК, соединены друг с другом водородными связями на основе принципа комплементарности. Этот принцип и иммунная система бактерий легли в основу CRISPR-Cas9. У бактерий есть особые участки ДНК CRISPR, состоящие из коротких симметричных повторов, между которыми располагаются спейсеры. Спейсеры отличаются друг от друга. В них записаны небольшие фрагменты ДНК вирусов, паразитирующих на данной бактерии. При попадании вируса в бактериальную клетку его обнаруживают специальные КАС-пилки. В этом им помогает короткая направляющая РНК, которая с точностью до буквы совпадает с нужной последовательностью в геноме, поскольку синтезирована с CRISPR. Она связывается с ферментом КАС-9, а затем с соответствующим участком ДНК бактерии и указывает КАС-9 место, которое нужно разрезать. КАС-белки вносят двухцепочечный разрыв в нужное место генома и уничтожают вирусную ДНК, защищая клетку от инфекций. Аварийная система репараций экстренно заделывает дыры в ДНК при помощи механизма негомологичного соединения концов. Это очень неточный механизм, который приводит к большому количеству ошибок. Происходит изменение кода и работа целевого гена выключается. С помощью CRISPR-CAS-9 можно редактировать сразу несколько неправильных генов. Для этого надо ввести белок КАС-9 и несколько разных эронкогидов, каждый из которых направит КАС-9 к собственной мишени. Самое главное не повредить другие здоровые участки генома, чтобы не спровоцировать новой мутации. В конце 2016 года китайские ученые первыми применили технологию CRISPR для лечения больного с прогрессирующим раком легкого. При помощи CRISPR они выключили ген, который тормозит иммунную реакцию клеток и ввели их больному. Ожидается, что отредактированные клетки смогут победить опухоль. В дальнейшем технология CRISPR будет внедряться при лечении наследственных заболеваний, а также для выведения новых видов живых организмов. Например, малярийных комаров, неподверженных малярии, которые вытеснят прежнюю популяцию, что может привести к решению проблемы малярии в эпидемических районах. И вот посмотрите, такая технология, о которой нам рассказали, это один лишь из немногих примеров того, как сейчас используют направление генотерапии. Его очень активно стали использовать именно при лечении, скажем, онкологических заболеваний или заболеваний, которые являются максимально распространенными и максимально вредящими нашему организму. Но при всем при этом следует сказать, что в нашем геноме есть не только гены, отвечающие за какие-то заболевания, а есть гены, которые для нас очень важны, очень нужны, и мы только радуемся, если эти гены работают всегда очень активно. Это гены, которые позволяют нам долго жить. Вопрос долголетия волновал умы ученых тоже с древних времен. И до того, как открыли структуру ДНК, и как вообще узнали о разных молекулах, придумывали абсолютно разные варианты продлить жизнь человеку. Но мы понимаем, что ничем эти варианты не закончились. А сейчас, когда у нас есть возможность изучить наш геном, были обнаружены и в большом количестве гены, которые определяют продолжительность нашей жизни. Эти гены условно разбили на несколько групп. Каждая из этих групп работает своим механизмом, своим способом, но все они приводят к тому, что человек будет жить дольше, чем изначально характерно для данной местности. Конечно же, есть такая группа, ее назвали гены смерти. Но вот если говорить простым языком, гены смерти вызывают ускоренную гибель клеток. Человек об этом изначально не узнает, но клетки в нашем организме начинают быстро погибать. А раз погибают клетки, логично, что в конечном итоге будут отмирать органы, ткани, и человеческий организм перестает нормально функционировать. Значит, нам что нужно? Чтобы эти гены были максимально неактивны, каким-то образом их нужно выключать. Есть гены старения, и когда эти гены в организме запускаются, все те химические реакции, которые обеспечивают нормальный обмен веществ и энергии в наших клетках, в нашем организме, эти гены начинают включаться, все ферменты начинают тормозить свою реакцию, и реакции не осуществляются. Но мы можем сразу предположить, что это характерно для людей уже в зрелом, старческом возрасте, когда все в организме начинает замедляться. В противовес этому есть гены жизни. Это те гены, которые обеспечивают постоянно высокий уровень активности клеток, и эти клетки активно размножаются, активно регенерируют, и организм омолаживается, обновляется. Есть в животном мире немало таких примеров, когда у организма такое свойство развито максимально хорошо, и такие организмы считаются практически бессмертными, они из одной клетки могут восстанавливаться. И изначально третьи группы были открыты, изучены механизмы работы, и относительно недавно была обнаружена еще одна методика, существующая в нашем организме. Эту группу генов назвали абсолютно нормальными генами, но мутации, происходящие в них, могут также влиять на продолжительность жизни. И, соответственно, если говорить об этих генах, они все связаны с какими-либо процессами, и часть этих процессов мы с вами уже знаем. Если в нашей ДНК происходит какая-то ошибка, при наличии мутации в таких генах, полезной мутации, я подчеркиваю, эти ошибки активно исправляются. То есть организм сам синтезирует систему, которая будет исправлять такие ошибки. Безусловно, к таким генам будут относиться гены, связанные с нашим темпераментом, с нашим психическим состоянием, потому что нормальное функционирование головного мозга во всех его аспектах будет приводить к тому, что и весь остальной организм будет точно так же функционировать. Но следует отметить, что работа в этом направлении в вопросах долголетия не завершена. Мы же с вами говорили о том, что около 70% генов еще не известна их структура. И вполне возможно, что в ближайшее время будут открыты дополнительные гены, которые способствуют увеличению нашей продолжительности жизни. И вполне возможно, что ученые научатся использовать эти гены на благо нашего здоровья и нашего долголетия. Ну а теперь, я думаю, мы можем перейти к вопросам, если они у вас возникли. Давайте. Юлия Геннадьевна, вы говорили об геноме человека. И вот у меня возник такой вопрос. Есть ли кто-то еще из представителей живых организмов, чей геном максимально схож с геномом человека? И если есть, как люди могли бы использовать это сходство? Да, да, спасибо. Замечательный вопрос, потому что изучаются параллельно геномы и разных организмов. вот, кстати, изучение такого аспекта позволило увидеть разную степень родства с разными организмами и поправить, немножечко скорректировать эволюционные представления. Сейчас считается, что на генетическом уровне нам очень близок организм свиньи. Поэтому многие ее клетки, многие ее органы используют для выращивания органов человеку. Внутренние органы, мы знаем, что у нас печень способна регенерировать, выращиваться. И в качестве донора берут именно организм свиньи. Хрящевую ткань таким же образом берут. И помимо свиньи используют еще и некоторых представителей крупного рогатого скота. Выбирают отдельные клетки и в специальной среде их культивируют, выращивая, скажем, ушную раковину. Один из таких наиболее частых примеров. Ну, если у вас нет вопросов, я всех благодарю за присутствие и внимание к нашей лекции, к нашей тематике. Всем желаю здоровья и надеюсь, что узнав секреты своего генома, вы будете использовать полученные знания на практике во благо собственного здоровья. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ